Сегодня я буду рассказывать о музыке, но не с музыканской точки зрения, с музыковедческой точки зрения, а вот с точки зрения, наверное, технаря. И расскажу вам, как музыка устроена, как она нами воспринимается. И, надеюсь, это вам поможет в дальнейшем слушать музыку несколько иначе. Итак, давайте начнем. Сперва давайте поговорим о том, что такое музыка. Музыка – это какое-то соединение звуков. Что такое звук? Звук – это колебания, колебания воздуха, которые вызываются совершенно разными объектами. Например, струна колеблющаяся или еще что-то колеблется и создает колебания. Так вот, эти колебания бывают разные. Если мы можем вычленить там некоторую длину волны, то такие колебания называются гармоническими. А если мы длину волны не можем вычленить, то это не гармонические колебания. Это всякие шумы, шорох какой-нибудь, поскрести где-нибудь и все такое. Это шумы. И в итоге наш речевой аппарат и наш слуховой аппарат заточен по большей части на то, чтобы воспринимать именно гармонические колебания. То есть те колебания, где длина волны вполне себе четко прослеживается. Потому что наши голосовые связки вообще-то – это две струны, которые у нас здесь находятся. И не только у нас, и у многих животных. Так вот, для нас особую важность, как для биологических существ, играют вот эти гармонические колебания или еще их называют тональные сигналы. И в нашей речи у нас этот тональный сигнал сосредоточен в гласных. Но гласные у нас в речи коротенькие. И вот этих тональных сигналов, они все время прерываются согласными, то есть шумовыми сигналами. А музыка сосредотачивает в себе тональный сигнал. Это такая квинтэссенция тонального сигнала. Они более продолжительные. И, видимо, именно поэтому нами музыка воспринимается как нечто значимое и очень особенное. Вот давайте поговорим как раз, что в этой музыке есть. Конечно же, вы скажете, что красивая музыка должна обладать красивой мелодией. Так ли это? Но вот оказывается, в музыке есть несколько составляющих. И эти составляющие, я их пока перечислю, это мелодия, ритм, гармония и фактура. Что же это такое? Это определение мелодии из учебника гармонии. Это не учебник о том, как обрести гармонию и как быть в мире с самим собой. Это название дисциплины музыкальной, которая называется гармония. Итак, основное содержание воспринятого во время прослушивания музыкального произведения в сознании слушателя закрепляется как мелодия. То есть это что-то такое, самое главное как бы в музыке. Вот какие могут быть мелодии? Ну, если, конечно же, мелодия красивая, то мы и музыку считаем красивой. Вот смотрите, такая, допустим, мелодия. Это пока не мелодия. Красивая мелодия. Вот. Красивая. Чего нет-то? Ну, конечно же, я сейчас не буду говорить о критериях красоты, но, по крайней мере, она выразительная. Но здесь есть не только на самом деле мелодия. Вот какие еще составляющие есть у музыки? У музыки есть ритм. Ритм – это организация музыки во времени. То есть мы можем сказать, что это вот эти звуковысотные тональные сигналы, расположенные в каком-то определенном временной последовательности. Ну вот сыграю вам такую музыку, которая вам тоже известна, наверное. Это только мелодию я играю, да? Это Брамс, третья симфония, третья часть. Ее очень любят включать в какие-то печальные моменты, когда все умирают, все очень скорбно. Ну, действительно, очень красивая и очень трогающая музыка. Здесь ритм очень важен. Если я сыграю, например, так, те же самые звуки, но совершенно в другом временном соотношении между собой. Ну, совсем другой характер. А здесь вот есть вот это какое-то... Какое-то придыхание, какое-то ожидание чего-то. Вот этот пунктирный ритм, он здесь придает как раз вот этот колорит особенный. Есть еще ритмическая организация такая, которая настолько сплетается с мелодией и самой музыкой, что отделить, что является мелодией, что является... Что важно, мелодия или ритм, очень сложно. Вот, например, такая музыка тоже вам, я думаю, известна. Танец саблями Арама Ильича Хачатуряна. Здесь вот эта вот долбежка. Ритмическое вот это повторение, навязчивое одной и той же ноты, конечно же, дает определенный окрас, то ли это вот эти удары сабель, то ли это барабаны какие-то. Но, в общем, здесь ритм очень сливается с самой мелодией, и это очень важная составляющая музыки. Что же еще? Я еще сказал, есть гармония. Что такое гармония? Тоже из этого же учебника. Гармонией называется объединение звуков, созвучие и связанная последовательность таких созвучий. Очень сложно, да? Но оказывается, что одну и ту же мелодию или одну и ту же даже ноту можно гармонизовать кучей разных способов. Вот смотрите, вот я играю всего лишь ноту до, а теперь ее я буду сопровождать аккордами. И вот послушайте, сколько аккордов можно достроить к этой ноте, чтобы при этом было достаточно благозвучно. Конечно, я могу вообще полную какофонию сыграть, но смотрите, довольно будет симпатично. Вот самый верхний звук, я его не меняю. Это всего лишь в рамках классической гармонии. Соответственно, в уже 20 веке гармония расширилась, и там спектр допустимых аккордов гораздо шире. И вы можете сказать, что, ну да, гармония, наверное, важна, но неужели она настолько важна? Да, настолько. Например, я вам сыграю сейчас мелодию, вы услышите, насколько она выразительна. Что же будет дальше? То же самое. Выразительно, да? Опять. Ну, в общем, такое, да? А теперь послушайте, как это будет вместе с гармонией. ПОЁТ ПОЁТ И поехали дальше. То же самое. Красиво. Уже вся суть заключается не вот в этой мелодии, а в движении вот этих вот аккордов, и как они изменяют окраску одной и той же ноты фактически. Поэтому, вы видите, гармония очень может помочь приукрасить нашу довольно невзрачную мелодию. И последняя составляющая – это фактура. Ну, здесь вообще очень сложно все написано. Типизированный способ оформления многоголосной композиции. Очень сложно. Но до этого я вам уже показывал разные типы фактуры фактически. Вот смотрите. Фактура – это что? Это как все вместе теперь изложено. Оно все вместе может быть изложено. Вот здесь фактически идут аккорды в последнем произведении. Вот. Вот это фактура. Это разные аккорды, отдельные, одинаково ритмически располагающиеся друг от друга. Вот такая может быть фактура. В танце с саблями. А до этого была вот такая фактура. Более плавная и как будто бы качка какая-то. Нечто такое колыбельное. Кстати, первое произведение это называлось «пованна». Пованна – это вообще такой похоронный танец даже. И вот он такой плавный и очень нежный даже. А может быть фактура наоборот бурная. Например, такая. Здесь с помощью вот этой бурной фактуры создается ощущение какого-то движения. И, собственно, произведение называется «Весенние шорохи». Ну, на шорохе, может быть, это не очень похоже, но какие-то весенние потоки. В общем, фактура может изменить или придать нашему произведению какой-то особый тоже колорит. Итак, четыре составляющих. Мелодия, ритм, гармония, фактура. Варьируя их, можно создать абсолютно разные настроения для какой-то одной темы. Вот я вам предлагаю сейчас на примере очень простой композиции, которая называется, это уж вы точно знаете, называется она «Чижик-пыжик». Напомню. Как можно поиграть с этим «Чижиком», чтобы написать жизнь «Чижика»? Мы сейчас с вами увидим, как он родится, как он будет взрослеть и как он, к сожалению, умрет. Потому что все в этом мире не вечно. Итак, давайте представим, чижик родился и лежит в своей колыбельке. И все довольно беспечно, мама рядом, и все хорошо. Все благостное детство, все хорошо. Чижик растет, начинает озорничать. И давайте я чуть-чуть, значит, здесь я что изменил? Я мелодию не трогал, я изменил, я добавил гармонию и сделал такую плавную фактуру. А теперь давайте я мелодию чуть-чуть изменю. И в ней изменю, на самом деле, одну ноту и добавлю еще кое-что. Смотрите, сделаю такую и сделаю ее чуть острее. Но как-то не окончено. Музыка. 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 Озорной чижик получился. Чижик растет и понимает, что не все в жизни шутки и песни и пляски. И в жизни много чего неприятного, в жизни много чего серьезного. Он стал взрослым. И сейчас я вам, я ее чуть-чуть изменю, эту ритмически изменю мелодию. И тоже изменю всего лишь одну ноту. Одна нотка всего лишь поменялась. А теперь слушайте, как это можно гармонизовать. Музыка. 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 Вообще другой характер. Хотя это тот же самый Чижик. Ну вот Чижик пожил, и Чижик помер. И теперь я сделаю из мажорного Чижика минорного. Поменяю тоже, кстати, всего лишь одну ноту фактически. Был вот такой Чижик. А теперь будет такой. Но все равно он узнается, если так отдельно сыграть. Теперь сделаем трагическое вступление. Это, кстати, из реквима Морзарта. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok